Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Третьей книге Царства. И сегодня мы будем изучать 16 главу. И было слово Господня к Иую, сыну Ананьеву, о Васе. Давайте посмотрим, какое истолкование есть на этот стих. Истолкование Ефрема Сирина. Васа был помазан на царство Богом и послан восстановить истинную религию, разрушенную Иерваамом и его преемником Наватом, и воздать отомщение за все зло, нанесенное и делами, и нечестивостью. Ему удалось наилучшим образом исполнить первую задачу, ибо он окончательно искоренил потомство как Иерваама, так и Навата. Что касается второй задачи, то он к их нечестивости прибавил собственную порочность и глупость, поклоняясь идолам обоих предшественников, и вовсе не уничтожив тельцов, сделанных Иерваамом, а даже, поощряя своих подданных, восхищаться ими. Но пророк Иуй сурово осуждает неблагодарную душу Васы в этом фрагменте и говорит об отомщении, которое скоро настигнет его, потому что Васа лишился и царства, и жизни. Ефрем Сирин обращает внимание на то, что Васа мог бы стать праведником, если бы он строго исполнял всю волю Божию, все то поручение, которое было ему дано, несмотря на то, что он был царь Израиля, то есть отпадшей части народа Божия, которые жили без истинного храма, без истинного священства. И часто бывает так, что человек, например, в своей жизни очень хорошо начинает служение Богу, а под конец он расслабляется или, как говорят, выгорает. И от его прежней религиозности ничего не остается. Он как бы и выполняет что-то, но уже чисто механически, без того горения, которое должно присутствовать в жизни каждого верующего человека. И хотя он выполнил первую часть воли Божией по поводу династии Иерваама и продолжателей его нечестия, он сам оставался идолопоклонником. Как я объясняю, у них было двоеверие. Они, с одной стороны, почитали Бога Авраама, Исаака и Иакова, с другой стороны, они боялись, как они говорили, считали богов местности, богов других народов, и могли служить и истинному Богу, и в то же время ложным богам. И было слово Господне к Иую, то есть пророку Иую, сыну Ананиеву, о Васе, то есть о царе Васе, за то, что я поднял тебя, это слово Божие, из праха, и сделал тебя вождем народа моего, Израиля. Вот здесь интересно. Израиль называется народом Божиим. Все у них неканонично. Святилище неканонично, духовенство неканонично, многие из них издалопоклонники, еретики откровенные, но как народ в глазах Бога, они остаются потомками Авраама, Исаака и Иакова, и Бог ревнует за них. Поэтому пророчество о Васе «За то, что я поднял тебя, говорит Господь, из праха, и сделал тебя вождем народа моего, Израиля. Ты же пошел путем Иерваама и ввел в грех народ мой, израилетян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Васе и дом потомства его и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иерваама, сына Наватого». «Кто умрет у Васы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы». Посмотрим, какое толкование есть на эти слова. Это толкование древнехристианского экзегета архиепископа Майнца который жил в девятом веке Рабан Мавр здесь говорится так «Слова эти сказаны против любых грешников. Вот эти слова «Кто умрет у Васы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные». «Слова эти сказаны против любых грешников и особенно против язычников и еретиков. Действительно, кто к прежним грехам все время прибавляет новые, развращая себя образцами зла, те увеличивают свои преступления. Я отвергну дом Васы, говорит Господь, и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иерваама, сына Наватого». Господь отвергает содеянное Васы, когда воздает отомщение за грехи нечестивых по окончании жизни. Он отвергает дела дома его, когда осуждает обитателей дома сего на вечное мучение. И он сделает с домом его то же, что с домом Иерваама, сына Наватого, когда предаст грешников, держащихся за свою порочность, мукам ада вместе с дьяволом и ангелами его. «Васа» означает слитность или искушение. Иерваам – разделяющий народ, а Нават – произвольный. Итак, когда кто-то следует слиянию заблуждений и грешников, пренебрегая возможностью иметь супругой благодать духа и оставаясь до конца жизни в засухе грехов, тогда дела его будут отвергнуты, как дела дьявола. То, что Рабан Мавр, архиепископ Менца, он сравнивает Васу с дьяволом, он как бы напоминает нам, что дьявол неплохо начал. Дьявол был Божьим ангелом, который воспевал имена Божии, который всячески прославлял Создателя, пламенел любовью к нему, а потом возлюбил в Боге самого себя, то есть поставил себя на один уровень Создателем, и произошло его падение. Так и Васа, он выполнил в чем-то волю Божию до какого-то момента, а потом все рухнуло, потому что он продолжал творить грехи нечестивых царей, потомство которых уничтожал, то есть мало от них отличался чем, и к их грехам прибавил еще и другие грехи. Вот это совершенно недопустимо. И далее сказано, прочие дела Васы, все, что он сделал, и подвиги его, описаны в летописи царей израильских, и почил Васа с отцами своими, погребен Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Ну, кто-то спросит, если он такой нечестивый, почему о его подвигах говорится? У него были подвиги, он выполнял Божье решение об истреблении двух нечестивых домов. Но через Иуя, сына Ананьева, уже было сказано слово Господне о Васе, и о доме его, и о всем зле, какое он делал перед очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Ирваамову, за что он истреблен был. То есть, его сын не наследует добродетели отца, потому что их нету, и его царство гибнет. Вот если цари иудеи сохраняются достаточно долго, благодаря заслугам Давида, прежде всего, Давида, то здесь цари страдают за своих нечестивых отцов, и их царствование бывает очень короткое, но не такое длинное, как царствовал Давид, Соломон. В 26-й год Асы, царя иудейского, воцарился Ила, сын Васы, над Израилем, Фирцы, и царствовал два года. Вот такое сравнение. В 26-й год правления Асы, Асы — это царь иудейский, потомок Давида, воцаряется потомок нечестивца, Ила, сын Васы, и царствовал всего два года. и составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц, ну, как бы сейчас сказали, руководитель гаража, начальствовавший над половиной колесниц, когда он Фирцы напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом Фирцы, тогда вошел Замврий, вот этот начальник гаража, начальствующий над половиной колесниц, как мы прочитали, и поразил его, умертвил его в 27-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Васы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его, и истребил Замврий весь дом Васы по слову Господу, который он изрек о Васе через Иуя пророка за все грехи Васы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами, прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. Ну, убивает его начальник гаража, и этот же начальник становится царем, начальник над колесницами. Уже это как бы недостойно имени царского, а когда простолюдин становится царем, тем более. в 27-й год Асы, царя Иудейского, а этот царствует уже 27 лет, воцарился Замбрий, то есть в Израиле, и царствовал семь дней фирцы, когда народ осаждал Гаваон Филистимский, когда народ осаждавший услышал, что Замбрий сделал заговор и умертвил царя, то все израилетяне воцарили Амбрия, военачальника над Израилем, и в тот же день встани воцарили его. И отступили Амбрий, все израилетяне с ним от Гаваона и осадили фирцу, когда увидел Замбрий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем и погиб за свои грехи. Получается, что того, кого он сверг, тот два года царствует, а тот, который вот этот простолюдин, он семь дней царствует, правда, устроил себе такой серьезный погребальный костер, зашел в царский дом и зажег за собою царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешал, делая неугодное пред очами господними, ходя путем Ирваама и во грехах его, который тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Никаких подвигах этого кучера, начальника над кучерами, ничего не сказано. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Гунафова, чтобы воцарить его, половина за Амврия. Ну, любое царство, если оно разделится само себя, оно не устоит. и одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Гунафова, и умер Фамни, и воцарился Амврия. Амврия, у нас он здесь все-таки военачальник, человек, который вел войны, а в те времена править означало воевать. В 31-й год Асы, царя Иудейского, уже 31-й год царствует Аса, а у этих израильтян там один за другим слетает с трона. Воцарился Амври над Израилем и царствовал 12 лет. Фирце он царствовал 6 лет и купил Амври гору Семерон у Семира за два таланта серебра и застроил гору и назвал построенный им город Самарию по имени Семира владельца горы. Самария это особая такая земля. Мы знаем, что самаряне это люди, которые будут жить на этой земле в этом городе. Они не будут чистыми иудеями, они будут исповедовать свою версию иудаизма, это такая секта внутри иудаизма, но Христос будет общаться с самарянами, он даже однажды придет в их селение и будет там находиться два дня, наставляя их вере. И делал Амври неугодное пред очами Господа и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иераваама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот водил в грех израилетян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, все-таки он был военным человеком, описано в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими и погребен в Самарии. Скажем так, это не лучшая земля, Самария, с точки зрения святости Иерусалима, Иудеи. «И воцарился Ахав, сын его, вместо него». Об Ахаве мы будем говорить буквально несколько глав. Этот персонаж будет противостоять пророку Божию Ильи вместе со своей женою нечестивой Изавелью. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Ассы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года и делал Ахав, сын Амврия, неугодной предачами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иерваамова, сына Наватого. Он взял себе в жену Изавель. Изавель – образ блудливой церкви, то есть это образ грядущей религии Антихриста. дочь Ефала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу, то есть вот откровенно так, уже не идет речь как бы о боге Авраама, Исаака Якова, и стал служить Ваалу и поклоняться ему, и поставил он Ваалу жертвенник и капище Ваала, который построил в Самарии и сделал Ахав Дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева и погубил душу свою. В его дни Ахиил Вефелянин построил Ирихон на первенце своем Авираме. Он положил основание его и на младшем своем сыне Сегуби поставил ворота его. То есть город Ирихон был проклят. Этот человек решил не просто восстановить проклятый город, но приносил жертву своих сыновей и закладывал их тела в фундамент. по слову Господа, который он изрек через Иисуса сына Новина. Следующая глава. Мы встречаемся с пророком Божиим Ильею, который будет противостоять суевериям Ахава и бороться с культом Ваала. Но это если будем живы, Господь нам позволит. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...